Доброе утро, мои дорогие! Ну, уже не такое прям утро. Десять часов. Ветер сегодня. Вот на улице тепло, но ветер холодный. Всё уже, сами видите, ни красоты, ни радости. И то опадает последнее. Так, а градусов? О, двенадцать. Хорошо. Я говорю, будто не было бы ветра, было бы вообще тепло. Ржавенькие мои ещё цветут. Вон, даже какая-то запоздалая прилетела. Божьих коровок уже не видно, все попрятались. Хоть и тепло. Всё равно, конец ноября. Ой, только вчера вечером разговаривала с Макариком. Говорю, лежат у меня ещё гранаты. Я тебе ещё отправлю. Вот, пошла смотреть. А они уже тут все у меня заплесневели. То ли я их поздно сняла. Не знаю. Всё, мягкие загнили и заплесневели. Так что, Макарик, не пришлю я тебе гранаты. И хотела несколько штук Татьяне Валерине отправить. Не знаю. Сказали, в сухом, прохладном месте держать. Ну, в сухом, прохладном. Ну, и чего это? Ой, так жалко. А эти маленькие, куда их? Так, ерунда. Кот, ты меня добьёшь. Ну, посмотрите. Вышли погулять на улице. Пока я ходила в подвал за бельём. Из машинки и стиральной. Вот, посмотрите, как он залез-то туда. Как ты залез-то, а? Ну, я не могу. О, Шкода, господи. Что, Мяу-то, как ты залез-то туда? Нет, милый, уж теперь слезай, как залезал. Мяу. Что, Мяу-то? Это надо ведь, господи. Нет, я за тобой туда не полезу. На лестницу только, если... Вот дурко. Господи, а? Два с половиной метра, наверное, высота. Как он залез-то? Откуда он мог запрыгнуть-то? Я не понимаю. Ой. Ну, ладно, сейчас лестницу притащу. Чё делать-то? Мои дорогие. А я не только спасаю котов. Чуть сама не угробилась, лазила по этой лестнице, еле его сняла. Ну, это что-то с чем-то, а не кот. Вот. Хотела вам вот показать, чем я ещё занимаюсь. Ну, кто смотрит, помнит, я купила вот такие бусины. Ну, это из кости животного, конечно. Это не пластика, не камень. Это кость. Ну, или рог. Не знаю. Ну, в общем. Вот. И ломала-ломала голову, что с ними делать. Вы видите, какое отверстие тоже. Ну, и в результате сделала. Посадила на эпоксидку. Вот такие детальки. Ну, и теперь можно какое-то этническое украшение из них сделать. Вот ещё вот эту заклею. Я специально не заклеивала, чтобы вам показать. Вот. И будем делать какое-нибудь этническое украшение, я так думаю. Так, теперь. Вот эти серьги сделала вторую пару, потому что у меня первую забрали. Ну, ещё не забрали, но забронировали. Вот. И вот Ирина из Сочи тоже захотела такие серьги. Вот я сделала. Так. Потом что я сделала? Сделала вот такие. Тоже на перламутре. Очень мне понравились. Ну, это такие прям, ну, семейные, что ли. Как семейный оберег. Вот эти гнездо, птичка. Вот там птенчик маленький. Вот такие прям милые получились. Очень мне понравились. Ой, вы меня простите за руки. Это я сейчас кремом намазала. Я только что с цементом работала. А так как я в перчатках не умею, то потом прихожу вся с облезлыми руками. Так, ещё что я сделала? Так. Вот такого типа разыгрывали мы. Помните, недавно? Вот. И я сделала ещё такое украшение, потому что вот такая была ещё у меня одна подвеска. Ну, так как бусин мало. Очень мало. Вот. Всего шесть штучек. Поэтому я взяла и добавила кошачьего глаза фиолетового. И он, в общем-то, очень хорошо подошёл вот к этим бусинам. Вот так что вот поставила. Пришли у меня вот эти замочки лебедь. Жалко, нет под серебро и под золото. Они очень удобные. Их легко застегнуть. Всё-таки карабины, они, бывает, без посторонней помощи. И не застегнёшь никак. А эти вот очень удобные. Раз и всё. Ну, вот буду искать ещё. Под серебро, под золото. У меня вот есть медь и бронза. Так, так что вот такое украшение. Так. Вот такие птички. Ювелирная сетка с бисером. С таким жёлтым, с таким жёлтым, с золотистым. И вот сделала я вот таких вот птичек. Я не знаю, почему у нас плохо идёт ювелирная сетка. Есть люди, большие любители. И у меня вот покупали несколько раз именно любители ювелирной сетки. Так, и вот ещё с ювелирной сеткой. И вот с таким вот цветочком нежненьким-нежненьким. Тоже прям прелесть прелестная. Уж извините за татологию. Так, теперь сделала из силикона. Вот такое украшение. Вот. Стекло ручной работы. Ну, я... Кобальтовое причём стекло. Очень красивое на свет. Оно прям такое. Я думаю, что это не мурана, но это явно ручной работы стекло. Явно. Потому что неровные края. Ну, собственно говоря, вот эта неровность и придаёт эдакий шарм этим бусинам. Ну, вот синий каучук. Такие вот бусинки разделительные. Между ними. Очень лаконичное и такое стильное украшение получилось. Так. И ещё я сделала вот такое. Ну, это чокеры, понятно. Они там 52 сантиметра. Как у меня шея лебяжья 47 сантиметров. Так что почти под шею, конечно. А у кого шея худенькая, то будет как коротенькое украшение. Вот. Это агат вены дракона. Здесь вот такой полупрозрачный с прожилочками. И две вот таких небольших бусинки. Так, ещё я сделала три шарфа. Ну, это я потом покажу уже на... Ну, в отдельном видео, где будут украшения, покажу. Скажите, на чём. И я вам скажу, на чём. Скажу, на чём. Вот склероз-то, господи. Ну, знаете, на чём. Так. И вот такие ещё я сделала серьги тоже на... На перламутре. Вот с таким вот, не знаю, кто это. Леопард, наверное. Вот такие. Ну, они поменьше... Поменьше, чем вот эти вот по диаметру. Но я хочу сказать, тоже вот необычные вот эти серьги получились. Прям необычные. Что мне самой понравилось. Ну, и пока всё. Буду ещё делать у меня ещё вот в работе. Вот такое украшение я вот делала. Делала, делала. Не понравилось мне вот это вот окончание. Сейчас я буду разбирать и переделывать. Девочки, у меня к вам, ну, огромная просьба. Подпишитесь, пожалуйста, на мой магазин в Инстаграме. Сто подписчиков, ну, это, вы сами понимаете, ни о чём. Вот. Как только наберётся 200 подписчиков, вы следите. Будет розыгрыш. Украшение я ещё не определилась, какое. Но разыграю обязательно. И ещё вот у меня серьги есть. Вот видите, какие. Такие вот серьги. Бусины с эффектом АБ. Вот это вот северное сияние. Аврора Боррелевс. И в деревянной рамке. С медной фурнитурой. Вот такие. Я их просто ещё не загнула. Вот. Ну, я потом покажу тоже. Ну, собственно, вот такие. Тоже очень необычные. Вот. Ну, ладно, мои дорогие. Пошла дальше делать. Да видите, как. Что такое? Что? Ой. Ой. Безобразник. Хулиган. Их такие глазища, главное, свои. Вот это вот. Вот так их откроет. Откроет так широко. И в глазах прям. А что такое? А что такое? Я ни при чём. Он вырос как. Длиннющий стал какой. Ну, не мешай, скажи, спать. Радуйся. А я вот на самом деле радуюсь, когда он спит. Тишина. Тишина, покой. Никто по тебе не лезет, как по дереву, когтями. Причём прям вот по-хорошему так. Так. Угу. Так. Да спи, ладно. Разбудила. Да, спи. Вот так. Мои дорогие, ну разве не красота? Вот стоит мне заговорить, и этот пёс вот там вот через дом начинает горланить. Ну, красота ведь. Надо же вот так распределилось прям. Небо-то чистое-чистое. А там, видите, вот прям полосой. И оно вон так и идёт полосой. Разговаривала с Иринкой, с подругой своей с Мурманска. Всё, полярная ночь. Темно. Ну, а что? Так всегда было и так всегда будет. И никуда от этого не денешься. Вот тут вот такая красота. Смотрите, оно вот так и идёт. Вот. И там за деревьями видно. Вот что за полоса такая туманная. Интересно. Нигде больше нету. Вот только с этой стороны. Ну, что, мои золотые. Давайте прощаться до завтра. Я работаю, работаю и работаю. Я вот просто вот вышел на улицу. Увидела вот это. Думаю, пойду сниму. Девочкам покажу. Давайте, мои золотые, пусть ничего ни у кого не болит. А то он там Таня Конюхова болеет. Ну, пишут мне девочки, да. Давайте. Прекращайте это безобразие. Давайте, выздоравливайте, мои хорошие. Ну, мы должны победить эту хворь. Ну, а по-другому как? По-другому никак. Давайте, мои зайчики, хорошего вам вечера. Спокойной ночи. Пусть ничего не болит. И ничего не огорчает. Пожалуйста. Ладно? Давайте. Пока-пока, мои дорогие. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!